добрый вечер уважаемые коллеги сегодня мы начинаем курс экономика основа функционирования и управления у нас в курсе 8 из них я надеюсь что в течении 6 дней возможно меньшее количество вот сейчас я хотел бы начать курс по экономике и надеюсь что к этому моменту вы хорошо усвоили все предыдущие наши разделы нашей программы мы начинали с того что как важно чтобы личность развивалась мы начинали с философии управления с методологии управления проходили через психологию управления последний нас тренинг был по перехвату и удержания управления который связан был именно с психологическими методами управления которые расширяются в таком виде работ как политика сегодня я начинаю курс по экономике и хотел бы начать этот курс с категории собственности дело в том что категория собственности является центральной категории экономической науки и у вас есть это все материалов раздаточных и эта тема очень сложно как ни странно да и в этом отношении я хочу сказать что экономика экономическая наука это фундаментальная наука гуманитарная повторюсь фундаментарная гуманитарная наука социальная то есть не относится к этому математических естественных наук естественно как бы технических наук потому у всех ощущение такое что при слове экономики должно возникать как бы что-то техническое да что-то такое математическое да нет колени экономика это классическая фундаментальная да социальная гуманитарная дисциплина да и если вы хотите знать кто ее основал то это был адам смит да кто помнит адам смит да причинах и богатства народов с этой книги началась экономическая наука после дела более-менее таком фундированном да таком предметном изложении и как вы думаете кто был адам смит по специальности философ более того мы будем просто философ он был моралист он был моралист то есть экономику создавал философ моралист и было такое впоследствии современные неолиберал как бы это хайк фридринг да который написал дорогу к рабству который написал что адам смит был первый и последний экономист очень потому что именно он установил эту важную науку да а моральных правилах рыночного взаимодействия да да но именно после него люди забыли что это прежде всего в науку связано с изучением тех норм морали которые доставляет рынок функционировать и и развиваться и в этом смысле в этом плане он шутил на самом деле экономика это прежде всего как фундаментальная дисциплина фундаментальная она это именно социальная по своему существу гуманитарно и это фундаментальная повторюсь то есть это означает что чтобы она стала прикладной каком-то аспекте но нужно проделать огромную там работу да по сужению ее предмета до рассмотрения по как бы уточнению и как бы средств исследования да много-много чего такого чтобы она стала прикладным примеру логистика слышали и то же самое что есть пример прикладной экономической дисциплины еще какие узнаете прикладной экономической дисциплины итак есть логистика есть бухгалтерский учет слышали такую но это наука это наука у вас то же самое прикладная экономическая дисциплина и все имеют свое основание такой фундаментальный социальные и гуманитарные науки как экономика экономическая наука правильно говорить экономическая наука то есть буквально у нас сожалению русском языке есть одна проблема говорим экономики подозреваем все и науку и реальность допустим а это не совсем правильно вот в английском языке это четко четко различается примеру когда мы имеем ввиду какое-то реальное хозяйство да какого-то феномен да мы говорим economy то есть на русском чуть как буквально там хозяйство допустим да а когда имеете ввиду экономическую advisors в русском языке правильное дело мы streak находим экономика наука экономическая Это экономика. К сожалению, часто это тонкое место опускается, и все говорят, экономика. Экономика и наука имеется в виду, и реальный феномен. Это для того, чтобы вы поняли. Центральной категорией экономической науки, как ни странно, или, может быть, вполне естественно, но просто почему-то многим экономистам забывается, является категория собственности. А категория собственности – это действительно глубокое понятие, поэтому не случайно называется категория. Категория – это, напомню, наиболее общее понятие, предельно общее понятие. И я скажу, собственность – это категория не только экономической науки. На нее претендуют еще какие науки? Юриспруденция. Юриспруденция однозначно. Они считают, что это центральная категория юридической науки. И имеют, в принципе, на это право. Также еще и моралистика. Те, кто изучает социально… Помните, мы говорим, что в философии есть раздел такой, как этика, да? Да. И в этом отношении собственность является немало важной, да? Моральной категорией. Да. Это тоже очень важно и большое имеет, как бы, свое, как бы… Философия также изучает эти все аспекты, связанные с собственностью. И категория собственности очень сложного. Я хотел бы, чтобы вы сконцентрировались и поняли, в чем ее суть. И начнем мы с того, что материальные потребности, они с чем связаны? Материальные потребности связаны с чем? Материальные потребности связаны с присвоением благ и их потреблением. Правильно? Чем материальные потребности отличаются от духовных? Материальные потребности отличаются от духовных тем, что мы хотим что-то присвоить. Правильно? Что-то взять, забрать. Правильно? И уничтожить. То есть потребить. То есть я просто хотел бы, чтобы вы поняли смысл слова «потребление». Потребление – это буквально уничтожение блага, да? Чтобы благо уничтожить, нам нужно это благо присвоить. Вот почему это называется материальные потребности. Я понятно изъясняюсь? Почему духовные потребности называются духовными, а не материальными? Потому что они не уничтожаются. Духовные потребности — это потребность в том, чтобы что-то отдать, а не взять. Есть антицы? Не уничтожить, а создать. И не уничтожить, не потребить, а создать. Сотворить. То есть и в этом отношении я не говорю, что духовные потребности менее важны или менее цены, чем материальные. Я просто говорю, что материальные потребности связаны с присвоением и потреблением благ. Понятен этот тезис? Понятен этот тезис? Мы всегда будем это потреблять в личном порядке. Нет ни одного блага потребляемого, которое бы не потреблялось чисто в личном порядке. Я хотел бы, чтобы вы это тезис лучше усвоили и поняли. Проблема, или, скажем так, первый постулат в отношении изучения категории собственности, это то, что любое благо потребляется лично. Никогда. Не лично. Только лично. И именно это является большой проблемой для марсизма, социализма и коммунизма. Понимаете там, в чем проблема? Ведь Маркс чего хотел? Он говорил, ребята, все очень просто. У нас-то форма производства давным-давно уже какая? Общественная. А форма присвоения какая остается? Частная. Все, что нужно сделать, это уничтожить противоречие основного капитализма между общественной формой производства и частной формой потребления. Понятно я объясняюсь? И на эту прекрасную идею, да, купилось все человечество и весь 20 век трясло от страны к стране, да? До сих пор еще трясет. Все люди требуют. Раз форма производства у нас общественная, то все мы должны и потреблять так же, да? Общественно, да? А не лично, да? Почему ему больше, а мне меньше, да? Почему неравная парта заработает труд? Ясно здесь сняюсь, что нет? Это основная проблема подхода Маркса и всех социал-демократических и прочих социалистических, коммунистических и прочих-прочих социальных требований. Понимаете, да? В чем проблема? Проблема в том, что требования об уничтожении этого противоречия между общественной формой производства, против которой никто не спорит, она всегда общественная, да? Мы все взаимодействуем, при помощи общения создаем какой-то продукт. И частная форма присвоения, я считаю, что требование уничтожить это противоречие является утопическим. Раз, потреблять мы будем все равно в личном порядке, да? Во-вторых, оно является ненаучным, то есть это невозможно. Невозможно уничтожить личную форму потребления благ. И, наконец, оно является аморальной. Аморальной. То есть, кто хочет уничтожить личную форму потребления благ? Только тот человек, который хочет иметь огромную власть, безусловно, над людьми. А вы знаете, требование безусловного контроля над людьми, оно аморально. Потому что, то есть, ты хочешь кого-то контролировать, но в этом не хочешь, чтобы взамен так же контролировали тебя. Правильно, да? Ведь это же вещь такая. Объект с субъектом всегда между собой связанным. Они неразделимы. В этом же великая тайна мира, да? Известно только Богу, что субъект и объект неразделимы. Но нам, людям, всегда кажется, что эта вещь раздельная, да? И поэтому субъект свободен, а объект не свободен. То есть, субъект это всегда активное начало, а объект пассивное. К сожалению, даже самое пассивное начало создает с тобой взаимодействие, да? А во взаимодействии всегда происходит обмен, да? То есть, собственность или объект собственности всегда требует внимания. Всегда требует ответственности, да? Помимо того, что ты свободен, там, с ней делай все, что ты хочешь. Я понятно или знаю, да? И вот требование безусловного контроля над людьми, да? То есть, безусловно, то есть, без обмена, без взаимодействия. Это моральное требование. В принципе, что и произошло? Как только людям сказали, что они не имеют права на частную форму присвоения, что произошло? Потому что те люди, которые это объявили, да, они получили огромную, да, безусловную власть над людьми. В принципе, с чем мир благополучно или, скажем так, более-менее благополучно справился, да? И при всем том, что идея коммунизма всегда будет жива, да? Тем не менее, мы пошли дальше, да? То есть, мы покашивали, тряхнулись, и все человечество пошло дальше. Итак, все блага в материальном смысле слова потребляются. После присвоения их, к сожалению, присвоение и потребление благ не может быть никаким иным, кроме как личным. Повторюсь, даже общественные блага потребляются лично. К примеру, государственные услуги по безопасности, да, страны, защите страны. Важнейшая же услуга, да, перед нами граждане, правильно, да? Или образование, допустим, как важнейшая услуга государственная, бесплатная, к примеру, да? Погранная, допустим, да, и все прочее, да? Или, по крайней мере, раньше было средство, и вообще бесплатная. Благо общественное, общественное, да, общее, да? Дороги, да, это общее благо, общее, да? Но мы-то все равно его потребляем лично. Лично я проехал по дороге, да? Лично я получил грант, да, образовательный, да? Лично я получил защиту, да, безопасность, и сплю себя в доме спокойно. Я лично. Несмотря на то, что благо... Общественное. Общественное. Понятно? Следующий тезис. У нас, у людей, и, возможно, не только у людей, а у всех живых существ, есть одна проблема. Мы не можем что-то потребить, пока это не присвоено. Вам не кажется, что это странная вещь? То есть, чтобы что-то потребить, нам уже это присвоено. Это же странно. Человек же эгоист, а вот так. Ну, по идее, увидел, съел, правильно? Если это не твое. Откуда вы это знаете? Увидел? Мое. Разве я не вижу это? Вижу. Понюхал? Съел. Разве они нюхают? Одна из проблем. Почему-то жиром существа, включая людей, да? Я не стану исключать из этого класса всех остальных животных, да? Прежде чем что-то потребить, необходимо это присвоить. То есть, я хочу сказать, что на самом деле, когда вы потребляете что-то без присвоения, это воровство. Что такое выросло, по большему счету, да? Когда ты что-то потребил, не имея на это права. Понимаете, да? То есть, без акта присвоения, акт потребления является не социальным. И я думаю, что это не только среди людей, это среди животных тоже так. Там видят уже свои правила, да, общение, да? Пометили территорию, слышали, да, такое? Как бы, как бы, да, дали разрешение на проход или не дали разрешение на проход, да? Есть же много таких вещей, да, которые связаны с тем, что нам приходится согласовывать. То есть, все, что мы делаем, когда потребляем блага, мы обязательно это с кем-то согласовываем. То есть, я хотел сказать, что существует акт труда, как акт освоения, да? Существует акт овладения, присвоения, да? Это все источники происхождения собственности. Это все у вас есть? Я думаю, что вы все можете прочитать. Я хотел, чтобы вы сейчас поняли одну важную вещь. Что, чтобы потребить что-то, необходимо это присвоить. То есть, я хотел сказать, что собственность, это не просто отношение к вещи. Собственность, это отношение между людьми по поводу вещей. Отношение между живыми существами. Помните, мы с вами изучали тренинги перехвата и удержания управления, да? Что почему важны психологические методы управления, да? В управлении, в процессе управления. Потому что они создают реальный, реальный рычаг контроля, да? Они являются реальным механизмом воздействия наше отношение. Важнейший ресурс и важнейший механизм рычаг контроля. То есть, если мы хотим контролировать какую-то вещь, да? То мы обязаны просто построить какие-то отношения с людьми, которые ее окружают. Вместе со мной. То есть, это не просто отношение к вещам, собственность. Собственность – это отношение между людьми по поводу вещей. И мир пока не придумал больше двух источников происхождения собственности. Это, с одной стороны, акт присвоения, да? Еще говорит о владении. Слышите такое? О владении. Кто первый, тот и прав. Да? Понятно? То есть, суть проста. Как я пойму, допустим, да, моя это собственность или не моя? В какие отношения я вошел с людьми? Очень просто, да? Если я первый, то я прав. И у меня возникают отношения с людьми по поводу этой вещи. Как первый человек, правильно? По отношению к этой вещи. Понятно или нет? Ну, отсюда, почему важно право первозахвата. Слышите про такое? Сейчас Россия, США и прочие страны, за что конкурируют? Кто первым освоит там арктический шельф? То, какие флажки поставили, коллеги? Что такое захват территории? Ты приехал и первым поставил флажок. Понимаете, да? Ты не войска туда вел, понимаете, да? Ты не вел на самолеты, танки. Это можно сделать потом, когда кто-то нарушил твой флажок. Что делала Россия и Великобритания в момент 19-го века? Это такая большая игра. Вы книгу читали, да? Кто поставил первый флажок? На таких-то горах, на таких-то горах. В Тибете, Пакистане, Абдонистане, да? В итоге, кто поставил первый флажок, тот молодец, да? Потому что потом Россия имеет право ввести свои войска. Если Амбеля нарушит этот флажок. Я ясно объясняю? Вы, наверное, и в жизни сталкивались, да? Кто первый, тот и прав. Это один из источников происхождения собственности, да? То есть это называется акт присвоения, еще акт овладения. Но также существует, помимо овладения, еще освоения. То есть акт труда. К примеру, кто-то был первым, но исчез. Ну, вся твоя жизнь, да? Пришел флажок, поставил и ушел. Пришел другой, я обрабатываю эту землю годами. Год пришел, два, десять, двадцать. Чья земля? Второй. Не факт. Первый приходит, говорит, я первый. Да? А второй, говорит, ну тебя же не было двадцать лет, да? А я работал на этой земле двадцать лет. И эта земля уже совсем другая, да? Посредине с тем, какой она была пустынная, да? И не обработанная, да? Двадцать лет назад. Это понятно? Итак, если есть первый и есть второй, есть проблема? Есть. А если есть второй, но нет первого, есть проблема? Ну, есть. Равно он рано или... То есть, возможно, допустим, да, если нет первого, проблем нет, да? Но если есть первое, то акт труда, да? Который позволил освоить, да, что-то, да? Тоже является определенным источником происхождения собственности. Понятно? То есть, когда трудно понять, кто первый, да? Допустим, да, как бы. Или если действительно есть первый, но второй так много сделал, да? Для того, чтобы этот объект собственности стал другим, да? То приходится согласовываться, да? То есть, первому просто так не получится. К нему теперь первому, но со вторым нормально согласовываться, да? То есть, это означает, что не только присвоение, как акт обладения, является источником происхождения собственности, но и труд, как акт посвоения какого-то объекта, также является источником происхождения собственности. Я ясно объясняю? Хорошо. А вы не знаете? Можно вопрос? Наследование, когда так, но он к первому больше относится, да? А вы как думаете? Думаю, что к первому, да? Значит, так оно и есть. То есть, мне кажется, очень просто. Наследование, да? То есть, человек не нужен ни у кого труда, да? В это, да? Но он является законным наследником, да? По родственникам первым. В этом отношении, если вы спросите у меня, хорошо, ну раз два источника происхождения собственности, да? Как бы там, о владении, да, и освоение, допустим, да? Акт труда и акт присвоения, да? То есть, что же важнее? Я вам скажу так, что и по моему мнению, акт присвоения важнее. Он первичный. Какой мне смысл трудиться на этой земле, если я ее не присвоил? Понятно? Я так считаю. Возможно, если и другие аргументы. Да. И в чем состоит развитие общества? На самом деле, развитие общества, сейчас эти экономические общества, состоит в том, чтобы как можно больше сфер жизни, сферы объекта, в том числе и духовных, да, вовлекалась в сферу присвоения и товарообращения. Заметите, как развивается мир в экономическом смысле слова? Как развивается человечество? Сферу экономики, да, то есть сферу присвоения, да, благ и обращения их в виде товара вовлекается все больше и больше объектов собственности. Разнообразно. Раньше никто и помыслить не мог, да, что вода может быть объектом собственности. А сейчас это что? Она бутилированная, да, продается, да, является объектом собственности. Начиная с месторождения воды и заканчивая бутылкой воды, которая продается, да. А ведь раньше она открывалась, когда они пили мы ее, да. Не проблема, да. А теперь уже и воздух, да, знаете, стал объектом собственности. Слышали про это? Да. Продаются квоты, да, на загрязнение воздуха. На каком основании квоты на загрязнение воздуха продаются? От воздуха. Ну а что это означает? Это означает, что государство международное сообщество присвоило себе в качестве объекта собственности в воздух. Понимаете, да? То есть, общее неделимое влаго, казалось бы, которое невозможно лично потребить, да, хотя мы его теми дышим, но невозможно, как-то его как-то присвоить. Оно присвоено, да, государствами, да, и теперь продается право на загрязнение. Я ясно объясняю? То есть, обество развивается. Все больше и больше разнообразных объектов собственности становится. То, что раньше мы и помыслить не могли, что это может быть объектом собственности, теперь становится, да? Ваши мысли раньше, кто мог подумать, что это ваша собственность, да? А теперь, кажется, это возможно ваша собственность. Ее можно запатентовать, да, зарегистрировать. Я считаю, что это развитие общества стоит в том, чтобы собственность развивалась, чтобы в отношении собственности входило все можно, как можно больше и больше сфер. Надо вести тогда это. Сон, сон. Кто там 6 часов, кто больше, то купить разрешение, больше поставить. Но об этом мы поговорим позже, насколько это возможно, да? Итак, собственность это что? Это отношение между людьми по поводу вещей, да? Здесь очень важно различать какую вещь, да? Существует экономический факт, да? Как сфера функционального взаимодействия. А также существует юридический аспект, да? Собственности, как формально определенное, да? Ну, достижение, да? Какого-то этого функционального взаимодействия. Смотрите. То есть, собственность имеет два аспекта. С одной стороны, экономический, да? Это конкретно взаимодействие функциональное, которое динамично все время изменяется. Существует правовой аспект, или юридический аспект собственности, да? Настолько уже развились отношения по поводу вещей между людьми, да? Что пора это уже как-то оформить, да? Понятно? Как это оформить? И возникает как бы юридическое оформление, да? То есть, мы говорим, отныне собственность – это право, допустим, на присвоение и потребление благ. То есть, в этом отношении, вот раньше я считал так, что зачем придумывать такие столько проблем, да? С экономическим аспектом собственности, когда достаточно определить, что это просто юридический аспект собственности. По большому счету, собственность – это юридическая категория. То есть, в том числе, она лукавая, да? Но я думаю, что по прошествии многих исследований и политического опыта, я понял, что все-таки существует экономический аспект, как факт взаимодействия функционального между людьми, да? в использовании вещей. И юридический аспект – это как то, что оформляет эти отношения. И, как правило, право всегда запаздывает. Запаздывает за реальным содержанием отношений. Когда оболочка форма старик сет. Да, но прошу не обольщаться, да? Прошу не обольщаться в том, что это на самом деле порой оболочка дает новый импульс, каким-то развитием. Форма порой задает содержание. Не только формирует. То есть, форма, она формирует содержание, да? Не только оформляет содержание, да? Порою оформление юридических каких-либо аспектов становится очень важным для развития наших дальнейших отношений, да? Ну, по сущности, экономической недели. Ну, да. К примеру, помните, вы провели пример? Человек, мужчина, живет с женщиной, да? Скажем так, официально, которая не является их женой. Еще у нас называется гражданская, да? Жена слышит это? Обладает ли она собственностью на имущество, вещи того человека, с кем живет? Нет. Юридически нет? А фактически? Да. Да. Ну, скажем, мы говорим, что собственность – это что? Отношения между людьми? По поводу вещей, да? Отношения между людьми есть? Скажем, муж и гражданская жена. Отношения есть какие-то? Да. Я подозреваю, что какие-то есть отношения. По крайней мере, какие-то непосредственные, в частности, сексуальные, да? Они есть, допустим, да? Вот. И наверняка есть какие-то еще личные отношения, да? То есть, кто-то кого-то любит или не любит, да? Нервничать или раздражается, допустим, да? Доверяет или не доверяет. Так ведь? Я уверен, что когда придет, например, гражданская жена на работу, например, к мужу, да? И начнет здесь распоряжаться, допустим, всем, что здесь происходит, да? Не факт же, что она будет неправа или то, что ее не будет слушаться. Скорее всего, наоборот. Ну, попробуй не послушать гражданскую жену, допустим, да? Президента компании, который закрывает глаза на то, что-то приходит здесь и распоряжается всем. То есть, по факту очень тяжело, да? Понять, допустим, да, как действовать. В какой-то момент, да? Мы уже провели пример, да? У нее рождается ребенок. И в этом отношении совсем уже не факт, да? Что то имущество, которое он юридически обладает, оно не обладает, что только это его имущество, да? То есть, здесь уже есть предмет, да? Для уже формальных, да? Юридических разбирательств, да? Чей ребенок вели ли совместное хозяйство, да? В момент рождения ребенка, да? То есть, здесь вопрос, где факт содержания? Переходят в форму, да? Это очень такая граница, да? Очень скользкая, да? Я ясно объясняю? Поэтому прошу все-таки не отнимать у категории собственность первичное экономическое содержание, да? Уж в данном случае люди взаимодействуют по отношению к каким-то благам вместе. К примеру, я работу, зарабатываю, да? Как бы там, да, в нашей группе компаний много денег. Мои граждане жена к этому иметь никакого отношения. Факт? Факт. А с точки зрения юридической, не факт. Почему? Потому что она в это время не работает. Почему? Потому что она воспитывает кого? Вашего? Ребенка, да? Она решается многих себя преимуществ гражданской деятельности. То есть, рабочий. То есть, она не работает. Она родила от вас ребенка. Воспитывает его, да? То есть, она имеет такое же право на имущество, допустим, в вашем группе компаний, как и вы имеете такое же право на этого ребенка, как и она. Ясно объясняюсь? То есть, вы видите, как фактические отношения, да? Которые вам казалось, все ясно. Отношения по собственности все ясны. А это ему принадлежит, а это не принадлежит. Оказывается, не все так ясно. То есть, факты взаимодействия являются так же юридическими значениями, как и документально оформленные документы. Юридически оформленные документы. Я понятно объясняю, да? Или еще пример яркий. Вот долевое участие. Да, как бы там, да? Вы, как говорится, купили долевое участие в строительстве какого-то дома. Обладаете ли вы собственностью, да? На эту квартиру, которая строится? Да. Фактически да. А юридически нет. До тех пор, пока дом не будет за на эксплуатацию, дом владеет застройщик. Это в лучшем случае. И до тех пор, пока не будет при ценах приема владения, да? До тех пор, вы не являетесь собственником этой квартиры, да? Ваша собственность только права требования к этому застройщику. Хотя все деньги, которые вы ему дали практически, только ваши деньги, у него там денег вообще нет. Никита, откройте, пожалуйста, окно, чтобы чуть-чуть воздух был дольше. Я сожалею, что это все случилось. Да, как бы, но, к сожалению, сложные вещи проще не объяснить. Я пытаюсь очень просто объяснить. То есть в данном случае я хотел сказать, что если вы подумаете, что собственность это просто право, вы ошибетесь. Ведь всегда же есть какой-то соблазн, сказать, собственность это право. Вы ошибетесь. Почему? Потому что собственность это, прежде всего, естественное поле деятельности живого существа. То есть у любого живого существа есть какое-то естественное поле деятельности. Я ясно говорю? Собачка, фсенчик, да? Они занимают какое-то пространство, дышат воздухом, да? Но не сможете вы лишить его такой возможности, как дышать вашим воздухом. Примерно, забежала собачка сюда, в эту комнату, да? Обладает она собственностью на эту комнату, а? Да? Нет. Но дышите на этим воздухом, вашим, нашим общим воздухом. Дышит? Дышит. Пользуется? Пользуется. Потребляет лично? Потребляет. А уж типа, что говорить о человеке? Если приходит, пришел человек, да? Личность, да? Она за него садится на стул, да? Занимает это место? Занимает. Дышит, дышит. Да? И у нее еще есть мнение свое, правильно? Он что-то говорит, допустим, да? Сладит какой-то труд, понимаете, да? Создает какую-то стоимость, да? Которая не была предусмотрена, по идее, допустим. Понятно? Она предполагалась. Но то, чтобы у нее была такая стоимость, никто не предполагал, да? По идее, по идее, не имеет никаких прав он на это, да? Но фактически же он произвел труд, да? То есть акт освоения произошел, и у вас возникает проблема. Как сделать так? Что компенсировать, да? Его не просто там в рабочем времени, да? А те креативные, да? Совершенно интеллектуальные, да? Уникальные, да? Черты, да? Которые он привнес, да? В это рабочее место. Это вот просто я объясняю, что на самом деле, когда мне кажется, что это просто юридическое право, мы ошибаемся. Потому что юридическое право просто оформляет какие-то функциональные взаимодействия. То есть экономический аспект собственности. Собачка забежала, сотрудник работает, да? Создается какой-то, эти живые существа продуцируют что-то. Какие-то продукты деятельности, понимаете, да? И вот, чтобы не было безразумений, если я подписываю контракт, что все, что ты сделал, на этом рабочем месте, да? Это все мое, не твое. И если вдруг тебе кажется, что это не так, смотри пункт первый. Почему? Почему? Потому что по факту есть естественное поле, да, человека, который продуцирует какие-то продукты, да, своей деятельности. В конце концов, как бы, вспомните, как в этом ведах, да, называется тело человека. Помните, проходили на тренинге личностного развития. Как называется тело человека? Для... Помните, личность, познающий поле, да? А тело – это поле деятельности. То есть личность – это познающий поле, ведах. Веды, напомню, древнеиндийские, да, как бы, считается, что древнеиндийские, да, как бы, по мирозданию, по закону мироздания, да. И вот тело называется поле деятельности. Когда говорят, что этот человек не имеет ничего, у него нет никакой собственности, это полный, мне кажется, бред. Почему? Потому что, как минимум, он имеет собственность, да, на свое тело, да, на свой труд, допустим, на свои личные качества. И когда говорят, что вот его только частные предприниматели, капиталисты, обладают собственностью, да, а сами все эти собственности, это явная подмена, как бы, понятий, да, действительности. То есть, как рабочий обладает право на, как бы, свой труд, да, на рабочую силу, какие собственники обладают право на средства производства. И происходит вполне равный обмен, да, да, как бы, собственностью на труд и собственностью на средства производства, да. В чем проблема? А проблема в том, что в какой-то момент людям кажется, что по контракту, который они подписали, продукт, который они вместе себе производят, не в той пропорции распределяется. Я правильно говорю? То есть, в чем суть спора по жилому землю, да? Они говорят, мы все производим этот продукт, да, мы все имеем право, да, на большую долю участия в нем, да. То есть, я просто показываю, что, в том числе и коммунистические, и социал-демократические требования имеют свое рациональное зерно. Только до этого, вы помните, я это говорил в чем о моральность, да, требование уничтожить противоречия между частным формам присвоения и общественным формам производства. Но теперь я говорю про другую вещь, что там есть свое рациональное зерно. То есть, труд как от освоения, как один из источников происходящего собственности, порождает свои определенные факты, да, которые необходимо учитывать в распределении благ. Да, конечно, это так, если вы сможете духовные объекты сделать объектами собственности. Вы забыли одну важную вещь, отличие от духовного, от материального. Материальное всегда локализовано и возможно присвоение. А духовное что? Нелокализовано, следовательно, присвоению невозможно. Если вы хотите что-то отдать людям, допустим, это ваша духовная потребность, да, создать какую-то философию, допустим, да, как бы, да, и создали ее, да, это стало объектом, да, духовным, допустим, да, духовного поклонения, объектом вообще-то общей, как бы, там, ну, общего потребления всей страны, допустим, да. Кто присвоит вашу философию? Давайте, я пример представляю. Мне бы готовы представить, что ваша семья пошла и сказала, отныне никто не пользуется этой философией, потому что мы имеем патент на эту философию. Понимаете, да? То есть, я думаю, будет проблема, да, почему? Во-первых, у вас нет экономического смысла. Почему? Потому что пока эту философию не используют в генерировании доходов каких-то, да, у вас нет экономического смысла, да, приезжать патент на эту философию, как наследника этого человека, этого философа. Правильно? Раз. А во-вторых, извините меня, это мысли и деньги, которые мы все согласны. Кто-нибудь обладает правом на истину, ну, в смысле, патентом на истину? Наверное, нет. Это истина, она вам, это истина, да, он ее открыл, да? А цирковь индульгенции продавала, это же... От чего? Индульгенции продавала, это же тоже какое-то... Индульгенции продавали на отпущение грехов? Ну, на отпущение... Ну, сам факт, что они же их продавали, получается, они мысль материализовали... Я вас уверяю, что грехов, это вполне материальное дело. Нет, они не депутатцы продавали, то есть, получается, они как-то... Они продавали право. То есть, право, это не материальный актив. Я с этим согласен, да? Но, тем не менее, он возможен присвоитель, потому что здесь речь о праве. Но все, что возможно локализовать, да, возможно... То есть, я считаю, что духовные блага. Если в будущем возникнет необходимость такая, да, общество сможет. Ну, сейчас уже, знаете, развивается интеллектуальное собственность. Слышали про такое? Это же большой вопрос. То есть, нужна интеллектуальная собственность или не нужна? По идее, ни один поэт, ни один художник не делает что-то ради того, чтобы получить деньги, да? Ну, я имею в виду настоящих художников-поэтов, которые действительно производят истинно великие произведения, да? Которые стоят присвоить. Но я не думаю, что они думали о том, как какого-то патента у них будет на это произведение. Да, с одной стороны, это так. Да, и в этом смысле, наверное, это принадлежит всему обществу, всему человечеству, да? Их произведения искусства, допустим, да? Но, с точки зрения экономической, ну, наверное, правильно, да, чтобы интеллектуальные плоды интеллектуального труда овечислялись и присваивались, да? Патент, допустим, да? Пират, слышали вы проблему пиратства, да? Сейчас, сейчас, какая проблема в мире идет, в чем борьба? Да, допустим, это знание полезно для всех, да? Ну, почему его не распространять бесплатно? По идее, это будет полезно для всех, и это нужно делать. Так? Но, с другой стороны, если мы не дадим возможность людям, которые это знание производят, зарабатывать на этом, да, то кто это знание будет производить с точки зрения чисто теоретической, экономической, да? Да, да. С другой стороны, вам ответит любой-другой человек, ну, эти же люди, они же не думают о богатстве. Они же, когда пишут великие книги, картины и открытия, они же об этом не думают. Но мы-то должны исходить в экономике не из этого. Мы же должны исходить с того, да, они не думают, но мы-то должны таких людей обеспечивать. Раз он делает общее дело для всех, то почему нам, обществу, да, не обеспечивать, да, его полностью, либо сами брать полностью на государственное удовольствие, да, либо обеспечивать его права на то, что люди потом, все в будущем, будут этим пользоваться. В этом смысле я считаю, что интеллектуальная собственность это правильное развитие человечества, да. И если будет присылаться не только патентное изобретение, но и на дальненные идеи, в этом есть свой смысл. И это неизбежно. Но здесь главное не выплеснуть с водой ребенка, да. То есть если вдруг завтра, чтобы этот процесс не препятствовал вообще творчеству и обмену информацией. Понимаете, о чем я говорю, да? Итак, идем дальше. То есть я хотел сказать, что на самом деле собственность – это всеобщие условия своеобразия бытия. Думайте, что присвоить свойства своеобразия. То есть на самом деле собственность – это всеобщие условия материального бытия. Если что-то в этом мире материально проявилось, то оно само обладает собственностью и как бы самой являетесь объектом собственности. То есть в этом отношении, когда я говорю, что собственность это поле деятельности естественное для любого живого существа, всеобщем условия своеобразия бытия, но на самом деле я просто говорю про что? То, что собственность позволяет нашей неоднородности, уникальности проявляться. К примеру, я уникален как философ, или как художник, или как музыкант. И если бы не было этой собственности, которая бы защищала мою уникальность, то наверное не было смысла проявляться как личности. А с другой стороны это даже и невозможно. Почему? Потому что все, что мы делаем, это мы проявляем свою личность, проявляем своеобразие, и не только мы. То есть все в этой жизни имеет определенное поле воздействия. на самом деле собственность это как бы основа как бы для информации, она позволяет нашему своеобразию неоднородности быть. По большому счету присвоение, освоение, свойство, свое. Только вдумайтесь, на самом деле это просто условия как бы проявления каких-то свойств, уникальных, да, единичных свойств. Собственность это поле проявления каких-то свойств. Если есть какой-то субъект, объект, у него есть свои свойства, и эти свойства обязательно являются чьим-то свойствами, понимаете, да? и в этом отношении собственность это всеобщее как бы условия бытия, условия проявления неоднородности бытия, его разнообразия. Вот почему очень важно все больше и больше в том числе и духовных объектов, да, объектами собственности. Почему? Уже тем больше будет проявлено разнообразие в мире. Соблюдение прав по отношению к интеллектуальным продуктам, да, особенно важно в плане того, чтобы как можно больше было своеобразия в жизни. К сожалению, уничтожить собственность невозможна. Но и не нужно. Пусть собственность будет, пусть своеобразие, неоднородность, да, разнородность будет. Почему? Потому что это основа мироздания. Повторя еще раз, однородности, равенства нигде никогда не было и не будет. И не надо, чтобы оно было. Пусть все будет разнородным, а однородность это смерть. Это энтропия, понимаете, да? Поэтому благодаря собственности и развитию отношений собственности наш мир является разнообразным, своеобразным, да, и потому он все время развивается и усложняется. Теперь вопрос такой тестовый, да, как вы поняли все. Почему центральная категория экономической науки является основой любого права в частности и справедливости вообще в такой степени, что юриспруденция правоведения претендует на нее как категорию юридической науки? Так, простыми словами. Почему категория собственности является центральной не только для экономической науки, но и для правоведения? с группой отношений собственности во многом формализуются и оболочкой как-то для них является юриспруденция. И сама юриспруденция в свою очередь тоже может порождать собственность. Как примеры приводить. Не юриспруденция как наука, а юридическое оформление. не принимается ответ почему, хотя очень грамотный ответ, но не принимается почему, потому что не только отношения собственности там оформляются, есть много других каких отношений как же оформляется. Категория, экономическая категория собственности она оформляется посредством юридической оболочки. Союз, наверное, более предвиженной. то есть, я говорю, что в точке логического основания, то есть, недостаточно оснований для принятия ответа. Почему? Мы говорим, почему собственность является такой же центральной категорией как бы для правоведения, как и для экономики. Ведь не только же отношения собственности в юриспруденции оформляется и отбирать оболочки, и для других отношений тоже оформляется. да? Поскольку отношение собственности является центральным для вообще человечества. Всю историю человечества, даже начиная с первых форм организации общественной, все происходило вокруг собственности. Ближе, но не точно. У кого есть варианты? без юридического оформления вообще права собственности не может возникнуть право владения и потребления. Хорошо, близко, но почему только право владения? Есть помимо права владения много других прав. же, правильно, да? Вопрос почему собственность является центральной категорией для юридической науки, как и экономики. Экономик понадобится почему центральная категория, а почему для права центральной категории? Потому что именно собственность является предметом науки. Если бы не было собственности, то право было бы неактуально как науку. Очень близко, очень близко. Но не буду мучить, потому что нам сейчас материал ложить на записи, а потом уже будем дискутировать, да? Дело в том, что право – это наука о согласовании различных интересов, о регулировании различных отношений. По большому счету юридическая наука, она что делает? Она помогает согласовываться разнородным абсолютно мнением и интересам людей, правильно? Согласовываться. А зачем кому-то, с кем-то согласовываться, да? Если у кого-то не будет на что-то собственности? Слово. Да, понимаете, да? То есть по большому счету, какие бы разные отношения юриспруденция не оформляла, помимо отношений собственности, да? Сама по себе наука правоведения, да, связана с тем, как нам согласовывать различные интересы, правильно, да? Это же наука о спорах. Это же, по сути дела, как бы там… Это же юридическая там власть. Это же наука, как бы, о спорах, по большому счету. То есть как споры в обществе решаются, правильно? То есть правосудие как осуществляется, да? То есть как мы… Какую основу для спор мы имеем, да? Согласие, да? Согласование. То есть как мы согласовываем разные интересы в этом обществе, да? И естественно, что если бы люди не обыдали бы какой-либо собственностью, да? Какими правами собственности на что-то, допустим, да? Даже если они не оформлены юридически, То какой смысл вообще с кем-то как-то согласовываться? Вот почему. В основе права, в основе многих институтов правовых и отраслей права, да? Собственность является очень важной вещью. Вытащи этот кирпич и все посыпется, да? Потому что в этом отношении, как бы, собственность, она очень важна для правовой науки, Потому что правовая наука связана с согласованием и регулированием споров. Итак, структура собственности. Можем бы обратить по-нашему? Итак, смотрите, мы ввели дезаврус, да? Чуть дальше еще немножко. Все. А, подсоб, стоп, стоп, стоп. Итак, смотрите, коллеги. Структура собственности. Оно состоит из трех компонентов. Субъект собственности. Пробовая мощь собственности. И, наконец, объект собственности. Когда я задал вам этот вопрос и получал ответ, да, на него. Это была, как бы, часть такая, ну, теоретическая, которая, как бы, возможно, не совсем была интересна. Но вот это, мне кажется, очень важно. В собственности, да, есть эти три вещи. Субъект, объект и правомочия. Заметьте, правомочия. Не правомочия, а именно правомочия. Итак, смотрите. Кто может быть субъектом? Личность. Любое физическое, да? Или юридическое лицо, да? А также? Группа лиц. Группа лиц. Союз. Лиц. Понятно? И это не смешно. Это очень важно. Потому что очень многие не понимают этой вещи. Физическое или юридическое лицо, да? Вроде бы понятно, да? Но еще, оказывается, еще союз лиц. Заметьте, что делается круг, и какие-то люди вне этого союза. Да? То есть, если в первом случае, когда мы имеем дело с одним лицом, допустим, да, как бы, это физическим и юридическим, очень важно, что, как бы, как бы, фиксация состава, да, то есть фамилия, имя, имя, отчество и название компании, да? То в союзе лиц фиксация личного состава не важна. Понятно? К примеру, Советский Союз. Слышали про такой Союз? Люди рождаются и умирают. Так? То есть личный состав Союза неважен. Понятно? К примеру, комитет собственников квартир, чтобы было попроще. КСК тоже пример Союза, но личный состав собственников квартир не важен. Понятно? Смотрим на объект собственности. Что может быть объектом собственности? Любой объект, любая вещь, любое право, идеи, все что угодно может быть объектом собственности. Поэтому вопрос Даньяра, я отвечаю, утвердительное положение. Любое благо, включая духовные блага, может быть объектом собственности. Все что угодно может быть объектом собственности. За исключением, ну уже с точки зрения современного текущего момента, людей. Считается, что люди не могут быть объектом собственности. Тисто юридически. Но фактически мы знаем, да? Что люди могут быть что? Объектом собственности. Рабство. Слышали про такое, да? Рабство историческое, когда было в Древнем Риме, Древней Греции, Древнем Египте. Но также, рабство может быть не только стесненно и фактически. К примеру, какой-то муж или она может быть рабом, да? Своим мужем или жены. Понятно? Или внутренние органы как объект собственности. Не понимаете. Ну, составляется там замещание, я там свои органы передаю в фонд какой-нибудь или собственности. Ну да, то есть считается, что орган не является живым человеком, допустим. То есть, в принципе, здесь все понятно. Я хочу подчеркнуть, что люди не считаются правомерным объектом собственности. Рабство отменено в мире, да? Оно неправомерно. Понятно? Да. А вот клоуны тогда? Что? Это же как бы не человек клоуны. А вообще, что он не человек? Ну, поскольку нет душевного начала, наверное. Можно узнать, на каком основании, на каком критерии вы душевное начало определяете? Вот оно есть, а вот оно нет. Вот он ходит, дышит, да? Смотрит на тебя, да? Есть у него душа? Скажем так, у него начало не божественное, да? Это не гар божий. А у нас божественное. Конечно. Конечно. Итак, коллеги, если человек, клоун, он живой, да? Теоретически представим, что такое возможно, да? Да, допустим, да? И по декларации, по всеобщей декларации прав человека, не является он человеком или нет? Наделен ли он разумом и совестью? Да. Если он этим разумом и совестью, то почему у него нет души? На каком основании вы решаете его души? Нет, ну, человек это как бы единичный экземпляр, да? Шесть, сколько там, нас миллиардов, мы все друг по другу отличаемся. Даже однояйцевые бизнесы. А в данном случае это как бы идентичная копия другого человека с таким же набором хромосом. Скажите, а однояйцевые идентичные бизнесы являются одинаковыми? Нет. Однояйцевые? Однояйцевые? Нет, они все равно в чем-то различные. У них все равно набор хромосом чуть-чуть, но отличается. Да. А в клоне абсолютно полная идентификация, да? Да. Ну и клон же копия. Хорошо. А кто проверил? Ну, во-первых, это вопрос условный, да, раз. А во-вторых, представьте себе, что 100% идентичный, да? Но он же живой? Живой значит есть душа. Или вы будете отрицать, что он живой? Ну, здесь вопрос тоже интересный. Нет, давайте не будем отрекаться, потому что нам сейчас важно материал разложить, да? Главная просто вещь, что считается, что люди не могут быть ответом в собственности. Понятно? Но, с точки зрения этой юридической, мы с точки зрения политической мы знаем, что вы можете захватить человека, сделать его своим рабом. Является ваша ответом в собственности? Да. Является. Но, правомерно это юридически? Нет. Почему? Потому что бракство противозаконно. Потому что по закону, по всеобщей декларации прав человека, по нашему государственному закону, люди не могут быть объектами собственности. Следовательно, родители не имеют права на своих детей. У них есть только обязанности. Да, Игорь, не делайте широкие глаза. Родители не имеют прав в смысле собственности на своих детей. Они имеют только обязанности под жили. Это, скорее, дети владеют родителями, потому что родители обязаны исполнять какие-то обязательства по отношению к ним, правильно? Скорее всего, это родители объект собственности ребенка. С точки зрения юридической, понимаете? С точки зрения экономической. Но, если я, родитель его, по отношению к нему имею только обязанности учить его, кормить его, то извините меня, вряд ли я могу назвать его объектом своей собственности. Но при этом он же все равно как-то мной присваивается. И говорит, это мой ребенок, да? Да, и чтобы изучать мои права на ребенка, да? То есть это все очень условные вещи. Поэтому объект на собственности можно все, что угодно с экономической точки зрения, с фактической точки зрения юридической, люди не являются объектами собственности. Понятно? И есть правомощие. У собственности есть три правомочия. Владение, распоряжение, пользование. Всем все понятно? Да. Что такое владение? Фактическое владение. Не юридическое. То есть фактическое, но не юридическое, да? Нет. Нет, это одна из составляющих, да, из элементов права собственности. Она заключается в том, что как бы субъект фактически обладает объектом. То есть он его имеет, скажем так. Может, вот, вот, ручка. Я не владею. Хорошо, вопрос такой. Вот вы владеете ручкой, вы ее собственник, так? Да. Если вы дали ручку мне попользоваться, кто владеет ручкой? Вы или я? Я ей распоряжаюсь. Я вам дал. Но владеете вы? Правильность собственности моей. Я ей распоряжаюсь и даю повладеть вам. Попользоваться. Попользоваться или повладеть? Попользоваться. Так все-таки вопрос, что такое владение в таком случае? Скорее всего, наверное, повладаем вещи. Пользование это извлечение полезных свойств. Вы ей пишите, вы пользуетесь ей. А то, что она ваша, это наверное... Хорошо, вы мне дали ручку. Да, не бесплатно. Просто так же не бывает, что ты просто отдал им ручку. Мы имеем в виду, возьмем что-нибудь посложнее, чем ручка. Согласитесь, что ненормально, неестественно что-то отдавать бесплатно. Так ведь? Ну, почему? Ну, если это конечно не ваши родственники или женаты. Да и то вопрос. Апеллированному лицу можно? Не, но это будет непрозрачно, считается. Почему, да? Допустим, аудитр требует всегда, чтобы вы раскрывали в своей отчетности все сделки с апеллированными лицами. Правильно? Потому что считается, что если вы владеет какой-то ручкой, например, да? Образно говоря, найдете ее вне, то вы это делаете не просто так. Так? Не просто так. Я вам хочу деньги за это. Вы использовали ручку или нет, когда отдали мне ее в пользование? Получив доход с этого. Это вы распорядились. Распоряжаться. Сейчас мы говорим про владение. Владение – это фактическое и юридическое право обладания вещью с правом продать ее или сдать в аренду. И так, коллеги, попроще давайте поднимем. Владение – это значит, я как бы обладаю вещью. Так? Распоряжение что такое? Решаю, что с ней делаю. Скажем так, управляю, да? Да. Разумно? Когда я говорю распоряжение, возможно? Забейте все равно им управление. Да. Понятно же это вам? Да. То есть я вроде бы ей не обладаю, но я ее управляю. Разумно? Да. Разумно. Дальше. Пользование. Что такое пользование в таком случае? Если владение-то обладаю, там распоряжение-то управляю, то пользование что такое? Подлепление. Извлекает выгодательное. Вот здесь, да. Я согласен с тем, что действительно, хорошо, кто извлекает плоды или выгоду, то непосредственно, допустим, ею пользуется вещь. Я правильно понимаю? Нет никакого по этому поводу разногласий? Нет уже? Нет. То есть обладание, управление и, наконец, извлечение пользы самой вещи. Разумно? Нет. Скажите, во всех трех правомовчах собственности, да, в каком из них есть использование вещи? Использование вещи? Во всех трех. Распоряжение. Итак, первое мнение во всех трех. Еще какие мнения есть? Последние два, мне кажется. Последние. Пользование только? Еще? Последние два. Последние два. Итак, слушаем аргументы. Все? Мнение. Либо все, либо только последние два. Правильно понял? Итак, аргументы тех, кто говорит, что последние только два. Вернее, только последние, сказал Никита. Нет, я говорил, что два. Хорошо. Основание. Вы сказали, что два. Почему владение не является использованием? А почему распоряжение при этом не является использованием, да? То есть, если бы сказали, что только пользование является использованием, да? Я бы вас понял. Здесь не нужно было бы особых обоснованиях. Пользование – это и есть использование, да? А когда вы говорите «последние два», то мне все сразу непонятно, потому что у меня сразу вопрос. А на каком таком основании владение не использованием, а распоряжение использованием в таком случае, да? Если распоряжение не пользуется непосредственно плодами. Ну, потому что есть невозможность использовать, не распоряжаясь этой вещью. То есть, если я ею управляю, то я уже пользуюсь ею. В таком случае невозможно использовать и не владеть. Ну, да? Ну, значит, все три, да, все-таки. Что? Все три, да. То есть, все три, да? Хорошо. Давайте, чтобы аргумент одели. Почему все три вы решили? Потому что, если я владею, значит, я пользуюсь, скажем, той же ручкой, да? Я даю ее на прокат, да? Зарабатываю деньги. Я, когда распоряжаюсь, тоже пользуюсь. То есть, я даю распоряжение, там, дать в долг. Ну, пользование, само собой, понятно. Итак, смотрите. В принципе, все правильно объяснило, но термин очень неправильный выбор. Термин. Во-первых, мы с вами говорили, что пользование, это как раз не просто использование, это именно пользование непосредственное, да? Извлечение пользы из этой вещи. А использование получается более широкое, получается, в понятии, да? Потому что я могу использовать вещь, как бы, владелию, да? То есть, использовать для себя, да, владеть. Использовать для себя, распоряжаться, да? И использовать для себя, собственно, пользоваться. Понятно? Да. И, к сожалению, наше законодательство, казахстанское, запуталось в трех собственных. А мы считаем, что право распоряжения – самое главное распоряжение. Самое главное – правомочие собственности. Хотя, с точки зрения той логики, которую мы с вами изложили, очень простой и понятной, Самое главное право – правомочие собственности, да? Это, скорее, право владения. Я могу от права владения откусить распоряжение и отдать кому-то. Разумно? Разумно. Я могу от распоряжения, допустим, да, как бы, откусить и отдать там в пользование, допустим. Какие от владения? Разумно? Разумно. Я даже от владения могу откусить какую-то часть владения и отдать их, да? Но как только я расстанусь с самим правомочием владения полностью, да? Я перестаю быть кем? Владельцем. Владельцем, обладателем всех правом и собственности. Я ясно объясняю или нет? А наши законы говорят, что самое главное право – это распоряжение. То есть оно присваивает распоряжению право определять юридическую судьбу вещей. Я бы еще понял, что они стали фактическую судьбу. Но они стали юридическую и фактическую судьбу вещей. Это зачем вообще владение? Или тогда что они под владением имеют в виду? То есть тогда под владением имеют в виду только фактическое обладание, только именно непосредственное держание вещей. Правильно? Тогда как они отличают его от пользования? Именно непосредственное есть извлечение пользы из вещей. Как я могу непосредственно извлекать пользу из вещей, если я ею не владею? В их логике. То есть их логика по-любому запутана. Я объясню почему. Потому что они все до конца поняли римское право. А римское право это основа, в принципе, сейчас слышали такое понятие рецессии римского права. То есть считается, что римляне оставили после себя, помимо империи, воин и водопроводов, да? Совершенную систему права. Это идеал права. То есть еще никто этого не достиг идеала. Вот почему мы имеем дело с таким феноменом, как рецессия римского права. То есть каждая страна пытается воссоздать целостность римского права. То есть имляне, у них получилось, что и законодательство не было основано на каких-то особых законах. То есть это больше были концепты, статуты, которые юристы чисто интеллектуально разумно излагали. На этом основе потом были сделаны, кодифицированы эти нормы разума в виде кодесов Юстиниана и прочих римских императоров. Но суть в том, что это право было целостным, совершенно непротиворечивым. Сегодня ни одна страна не может похвастать, что его право непротиворечиво. Поэтому очень много проблем в этом вопросе. И римляне никогда не говорили право владения. Они говорили юс, если посмотрите свои конспекты, да? Юс позитенди эт абутенди. То есть право владения и распоряжения. То есть когда я владею, тогда я не распоряжаюсь. Понимаете, да? Юс позитенди эт абутенди. У вас это все написано, в конспектах вот у вас есть. Когда они говорили про распоряжение, они говорили юс, утенди эт абутенди. То есть право пользования и распоряжение. А когда говорили про пользование, они буквально говорили юс утенди эт фруэнди. То есть право пользования и излечения плодов. Понимаете, да? Право пользования и пользования плодами. Эд абутенди. Юс утенди эт фруэнди. Слышали? Узас фруктус. Сейчас законодательство у нас есть, допустим. Это все оттуда ее. То есть когда... Ну фрукты, плоды. Понимаете. То есть юс утенди эт фруэнди. То есть я имею не просто право пользования, а именно право непосредственного излечения пользы. То есть пользование плодами. Право пользования и пользование плодами. Это вещь. То есть они прекрасно понимали, что все три правоможья собственности, неразделимы. И что, хоть как-то их проанализировать, они говорили право владения и распоряжения. Право распоряжения, право пользования и распоряжения. Или есть право пользования и пользования плодами. То есть, когда мы говорим про право владения, мы однозначно имеем в виду в том числе и распоряжения. А когда мы говорим про пользование, мы имеем в виду либо пользование в смысле распоряжения, то есть управления вещью либо пользу для смысле непосредственно излечения плодов и пользований понятно логично логично почему нельзя использовать очень простые соответствующие здравому скрыслу и соответствующие очень четко разработать системе допустим таблицкого права просто тупо продублировать там наши законодательства эти вещи очень многих проблем избежали очень многих проблем представляете основной вопрос правоведения до взять за будет до такой степени что право распоряжения поставить выше право владения что важнее собственники или управляющие это все понятно а нашим сказать нет потому что распоряжение до них то есть управление выше чем владение обладание еще мне кажется самоочевидным да кто-то владеет определяет юридическую судьбу вещь тот кто распоряжается определяет фактическую судьбу вещи да и наконец тот кто пользуется то собственно говоря и извлекает плоды да из этой вещи и тот кто извлекает плоды из этой вещи соответственно должен что сделать поделиться этими плодами с тем кто владеет она то владеет с кем все распоряжается понятно логично или нет то есть зачем мне варить если я не могу использовать эту вещь зачем мне распоряжаться я не могу использовать соответственно то непосредственно эту вещь пользует извлекает плоды он должен что эти какие-то плоды непосредственного держания вещи распределить между теми кто это речь владеет теми кто-то речь распоряжается и собственно что остается тебе потому кто это речь и собственно говоря пользуются вопросы ко мне есть одна важная вещь если пока вопросы подожду до объект собственности еще одна важность вот в объекте собственности показал очень важный тонкий момент видите союз лиц который не фиксируется по личному составу это абстрактный владелец получается да а страх и юридическое лицо не является абстрактным согласно он аффективное лицо но она не абстрактный согласны физически это тем более давно тем более даже не эффективно физическому я существую эффективно юридическое за эффективное это описываться не эффективно но союз-стонист это же на самом деле абстрактный лицо если в союзе лиц нету физических лиц конкретных да нету конкретных юридических лиц это очень абстрактное лицо согласитесь например народ казахстана кто это конкретно если мы пришли всех нас маши вертся если пришли всех всех граждан казахстана тоже ошибется почему потому что граждан казахстан постоянно рождается и умирает как это как рестор меняется правильно если это очень абстрактный владелец то есть также очень важно какой момент в объекте собственности объекты собственности бывают делимыми и неделимыми то есть они являются либо раздельным имуществом либо неразделимым неделимым это очень важный момент который хотел бы чтобы вы запомнили почему потому что мы должны дальше рассмотреть конкретно тема частная собственность отличается от общественных давайте продолжим да по субъекту собственности мы поняли по объекту собственности поли по правомочию собственности тоже поли опирать если в воде не это право обладать и распоряжаться благо с целью определения юридического статуса принадлежности и использования вещей владение это главная правомочия титула собственности вот и имя от владения отчуждаются все остальные правомочия собственности распоряжение это право пользоваться и распоряжаться благом в целях определения фактического статуса его принадлежности используем в определенные владения мере то есть какого в какой мере владение определить твое распоряжение такое ты будешь распоряжаться понятно или конец пользования это право фактически фактически держать не юридически обладать а фактически держать и пользоваться влагом чтобы извлекать плоды до его использования в определенной распоряжении мерить то есть управляющий распорядитель говорит тебе какой мере ты можешь пользоваться плодами которые ты извлекаешь то есть смотрите получается то кто пользуется тут извлекать плоды но оказывается он пользуется эти плодами только в той мере которая ему определит распоряжение понятно теперь еще немножко есть которую вы можете не понять но который мы вам разложим позже нераздельные имущества всегда ведет к разделению правомощи собственности когда субъектом собственности является союз лиц запомнили это правило очень важно нераздельные имущества с одной стороны как объект собственности и союз лиц как абстрактный субъект собственности всегда ведут к чему к разделению правомощи собственности пример общенародная социалистическая собственность кто владелец вернее кто субъект собственности общество народ абстрактный субъект собственности абстрактный кто распорядитель общественной собственности правительство когда мы говорим государство народ общество общество абстрактный субъект собственности Когда мы говорим правительство, мы имеем ввиду распорядителей от имени государства, народа. Понятно, да? Хорошо. А у кого право пользования? Общенародная собственность. У народа. Но не совсем точно, да? У конкретных людей, да? У народа это абстрактный субъект собственности, да? А люди вполне конкретные, да? Это очень конкретные субъекты собственности, да? То есть смотрите, принадлежит государство, владеет государством, распоряжается правительство, а пользуются люди. Конкретные. Понятно? Это вам пример разделения правомощи и собственности. Не путайте разделение правомощи и собственности с раздельным имуществом. К сожалению, русский язык, он настолько тонок, да? Чтобы вы понимали, есть понятие раздельность и нераздельность имущества. То есть раздельность и неделимость имущества, да? И есть разделение правомощи и собственности, да? То есть когда говорят про разделение собственности, всегда имеют в виду разделение чего? Правомощи. Правомощи. Но не раздельность имущества. Имущество неделимое, субъект собственности абстрактен, соответственно, происходит разделение собственности. Но когда имеют разделение собственности, это общепринятый термин. Имеет в виду разделение именно правомощи собственности, а не объекта собственности. Понятно? Вопрос тестовый. Почему государственная собственность экономически неэффективна? Потому что правомочие распоряжения не осуществляются, наверное, не очень эффективно. Честь. Потому что собственника, как одного собственника, субъект собственности размыт. Ну, в общем, он может формально и обозначить, да? Но конкретного владельца нет. И поэтому это неэффективно. Да, абстрактное лицо. Там непонятно, кто владеет. Опять же, моменты непонятно, кто управляет. То есть ведет разделение правомощи. То есть бюрократия имеет место. Коробка опять же, ну, в определенных пределах. Чуть ниже. Я вернусь к этому вопросу. Ответ неправильный. Вернее, правильно, отчасти. Отчасти, я объясню, да? Это, смотрите, структура частной собственности. Доминиум пленум, будет так правильно называться. То есть полное владение. Что такое частная собственность, собственно говоря? Это полномочная, то есть суверенная принадлежность одному лицу, неважно какому, юридическому или физическому. Но одному лицу всех правомочий собственности. То есть это неразделенная в правомочиях собственность на имущество, которое способно к разделению, к раздельности. То есть в этом отношении, смотрите, есть только одно лицо, да? Либо физическое, либо юридическое. Это считается критерием частной собственности. Но помимо этого, всех правомочий собственности объединенных, видите, да? Они неразделимы, но отчуждаемы. То есть эти правомочия, они полномочные принадлежности одному лицу всех правомочий собственности. Понимаете, да? И, наконец, одни собственности являются раздельными имуществами. То есть то имущество, которое можно разделять, отчуждать и все прочее. Понятно? Вот что такое частная собственность. Теперь давайте сравним это с общей собственностью, да? Общественной. Следующий. Структура общей собственности. Заметьте, в субъекте всегда союз лиц, союз лиц. То есть абстрактный субъект собственности, да? Правомочия собственности разделены. Видите, между ними нету связи. Разделены. И неотчуждаемы. Вот прикол в чем. То есть эти правомочия разделены, но неотчуждаемы. И, наконец, объект собственности, имущества, оно неделимо. То есть оно является совместным имуществом. Вот вам структура общей собственности. Почему неправильно? Есть много таких... Смотрите, здесь есть объекты, которые неделимы. Пример, территория государства. Делим объект или неделим? Неделимый. Правильно? Кто может неделимым таким неримым объектом, как территория государства, владеть? Пример. Только государство, правильно? Я бы очень хотел, чтобы президент владел нашим. Но, к сожалению, это не... Ну, теоретически это неправильно. Народ владеет, правильно? Союз лиц. Да? Союз граждан владеет. Государство владеет, да? И правомочия собственности в отношении, в частности, земли. Они разделены, да? Владеет народ, распоряжается правительство, а пользуются конкретные... Лица. Лица. Люди. Понятно? На этом, я считаю, дельфинскую часть сегодня можно завершить. И после этого мы будем разбирать детали этого конспекта. Каскет. Перерыв.